Отпраздновать Новый год и Рождество можно и дома. При этом, чтобы не скучать, можно, к примеру, погадать в кругу семьи. Причем на самых доступных вещах. Мастер ритуалов Елена Макарова в своей практике использует молоко, глобус, носки и даже нижнее белье. Сейчас я вожу по территории нашей необъятной родины яйцом, думая лишь о том, задавая себе вопрос, что будет с Россией в 2016 году. Мастер ритуалов Елена Макарова в своей работе использует совершенно обычные предметы. Бытовая магия – это ее конек. Особенно гадания с помощью продуктов удаются лучше всего. Например, яйца – это инструмент для получения информации. В бокале с водой мастер ритуалов разглядела корону, дороги и небоскребы. Это означает, Россия добьется высот, либо дома в стране просто станут выше. Именно мы перейдем от малоэтажного строительства к капитальной застройке, именно больших высотных зданий. Неужели в новом году историческую часть города все же застроят высотками? Но белок на этот вопрос нам точно ответить не смог. Спросим у молока, предложила Елена Макарова. А поможет в этом свечам. Фигурки из воска наглядно покажут, чего стоит ждать. Здесь вот голова человека, его плечи, и он сидит на троне. Вот такими монетками все вышло из ореол, сияние над ним. Очень хороший образ, очень хороший символ, символ царской власти. Но царей в России нет, только президент. Кстати, его носки, рассказывает мастер ритуалов, прекрасно подошли бы к следующему гаданию. Предмет мужского гардероба сначала нужно поджечь. Именно так возможно вызвать духов огня. Ну, мне кажется, носки президента из натуральных материалов, они горят быстро, прекрасно. Нужно предсказание делать молниеносно. Предсказание можно делать по пламени и самой ткани. А для тех, кто любит погадать, распрощаться придется еще и с элементами нижнего белья. Правда, на этот раз поджигать уже ничего не надо. Безгальтер должен быть ношеный и грязный. Мужчины, соответственно, берут мужские семейные трусы. Тоже одно замечание, что они не должны быть чистыми. Совет от мастера. Чтобы оставить все проблемы и беды в старом году, необходимо привязать белье к веткам деревьев. Ветер просто унесет несчастье с собой, рассказывает Елена Макаровым. Гадать возможно на любых предметах. Главное, не стоит относиться к предсказаниям уж очень серьезно. Ксения Фрик, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвичи.